Всем привет, вы на канале Криоген Фокс. В этом видео я хочу вам рассказать самый простой способ приручения Аронео. Поэтому я желаю вам приятного просмотра и поехали. Начнем с того, что Аронео это существа, которые обитают только в пещерах. Приручаются они протухшим мясом и кормить их нужно с руки. Поэтому для приручения я буду использовать пещерного скорпиона. Почему именно пещерного? Потому что он является невидимой живкой для остальных динозавров. Итак, для приручения я беру с собой протухшее мясо, а также успокаивающий бальзам. Теперь можно отправляться на поиски топового Аронео. Поскольку топовые Аронео появляются в пещерах очень редко, то для поиска конкретно топового я буду использовать тайди сейв. Таким образом я буду перезапускать игру, бегать по пещере и искать Аронео самым высоким уровнем. Аронео вообще как живка считается очень слабым, потому что у него очень мало веса, очень низкая скорость, низкий урон. Но у него есть одна маленькая особенность. Это то, что он во-первых невидимый, а во-вторых он может пройти в любую пещеру. То есть с помощью Аронео вы сможете пройти все пещеры без урона для себя. То есть вы можете просто их пробежать, не получив никакого урона. Забрать артефакт, поставить кровать и успешно выйти на поверхность. Конечно, с лавой пещерой будут некоторые трудности, потому что там нужно паркурить. Но если взять с собой фундаменты и перекрытия, эта проблема легко решается. Итак, спустя некоторое время я смог найти себе Аронео 420 уровня. Он конечно не топовый, но тоже довольно высокого уровня. Теперь я подхожу к нему, нажимаю на бальзам, затем нажимаю на кормить. Будьте осторожны, потому что если вы покормили Аронео первый раз, после кормления он становится неуязвимым. Поэтому если вы случайно слезаете со скорпиона, то Аронео на вас заагрится и вы не сможете его убить. Поэтому если вы начали его кормить, то кормите до самого конца. Конечно, есть другие способы приручения Аронео. Это использовать маскировочную броню, а также средства от насекомых. Но эти средства являются небезопасными, потому что броню вашу могут сломать, если вы кого-нибудь зацепите. Ну а средства от насекомых может закончиться в любой момент, и вы буквально не рассчитаете приручение Аронео. Поэтому лучше использовать пещерного скорпиона. Также я вам скажу, что Аронео можно кормить только с 40 уровня. Ну в принципе раньше это было и не нужно, потому что седло у него открывается также на 40 уровне. Вот такого Аронео я приручил. И теперь я вам покажу, почему он является невидимым. Итак, сейчас я подхожу к хищнику. В данном случае это Раптор. Я его атакую, но он на меня вообще никак не реагирует. И точно также будет с другой живкой. У меня на канале уже есть видео, где я убивал титанозавра, гигу на этом Аронео. Так что пользуйтесь. Спасибо за внимание.